Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав и сегодня мы поговорим об наушниках. Игровых наушников для ваших девайсов, на которых вы играете. У меня на столе три решения, которые покрывают, в общем-то, всю игровую тусовку и могут подойти абсолютно к любому устройству. Я попользовался всеми тремя и расскажу сейчас, какие из них лучше подойдут конкретно вам, ну и в чем между ними отличия. У меня в руках топовая среди трех моделей HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1. Это беспроводные наушники, которые в первую очередь сделаны именно для ПК. То есть, если у вас есть ПК под управлением Windows, то они будут абсолютно с ними совместимы. В комплекте идет вот такой вот симпатичный маленький свисток, который вставляется в ваш компьютер. Если у вас национарный, вообще идеально где-то сзади воткнули и забыли. В лабуках, конечно, чуть-чуть неказисто смотрится, но в любом случае это удобно, чем торчащий провод. И что я точно хочу отметить, начав с дизайна, то что все наушники хоть и очень похожи, они похожи не только визуально, но и по звучанию. Мы сейчас поговорим о двух предстоящих моделях, но если брать конкретно вот эти, это все-таки в первую очередь игровые наушники. Вы, конечно, можете смотреть в них кино и слушать музыку, но, честно вам скажу, если ваш основной приемопровождение с компьютером не связано с этими двумя вещами, и вы только играете, то вы будете точно 100% довольны. Ну, а если же вы еще и время от времени любите помимо ломанствовать, то я бы, наверное, выбрал какие-нибудь другие наушники для прослушивания музыки. Все-таки эта моделька направлена именно на объемный звук в играх, и с этой задачей они справляются просто великолепно. Из необычных вещей. Во-первых, они безумно легкие. Когда ты одеваешь их непосредственно на голову, я могу точностью сказать, что 2-3, а то и 4 часа непрерывного геймплея в них можно легко высидеть и не чувствовать какого-то огромного давления на голову. Мало того, что здесь очень прикольно сделаны сами чаши, я встречал наушники, в которых первых полчаса вам комфортно, а потом происходит что-то странное, и вы начинаете дико потеть вот в этой области. Вот здесь такой ситуации не происходит. Сами амбашуры, они тряпичные, здесь не начали заигрывать с эко-кожей. Честно говоря, меня это даже радует, просто потому что это честнее. Типа, зачем делать эко-кожу, если это не кожа? Да и в летнее время эко-кожа для игровых наушников, честно говоря, не самое лучшее решение, потому что как бы ты ни старался, ты в них потеешь. Здесь такой ситуации не происходит. Безумно легкие, очень круто сидят на голове. И что мне очень нравится, то, как Hyper обыграла здесь микрофон. Микрофон. Дело в том, что он здесь, естественно, поддерживает сертификацию Дискорда, Тимспика, Скайпа, и причем есть встроенное шумоподавление. Я не то чтобы записываю это в плюсы, потому что, ну, в общем-то, сегодня этим мало кого можно удивить. Но вот что мне, правда, понравилось, как здесь реализован мьют микрофона. Как только микрофон у вас поднимается вверх, то в эту же секунду микрофон физически отключается. То есть уже вас никто не будет слышать. Причем в момент этого опускания микрофона происходит небольшой, едва слышный, но ощущаемый щелчок, который символизирует о том, что вы выключили либо включили микрофон. Причем когда наушники у вас на голове, вот этот момент, он тоже хорошо прослеживается. Вы прям чувствуете ушами, что вот что-то там только что произошло. И круто, что его видно глазами, вот пока вы его видите, значит, микрофон работает. Как только вы его не видите боковым зрением, значит, микрофон уже не работает. То есть вот этот момент, когда оно перещелкивает, вот прям очень хорошо сдезанено, потому что это происходит незаметно. Вы, если не хотите говорить, вы просто подняли микрофон, и в этом плане это прям реально удобно. Сами наушники имеют два управляющих элемента. Это кнопка включения, которую, как только вы зажали, они соединяются с свистком и вашим компьютером. И регулировку громкости. Очень понравилось, как сделан этот ползунок. У него нет стоп-положения, он прокручивается по кругу, и это удобно. И за что отдельный респект Hyper, это за USB-C. Именно через этот разъем они заряжаются, и в комплекте будет небольшой проводок, в помощи которого вы можете это заряжать от вашего USB-C. И самое приятное, это то, что наушники способны проработать до 17 часов на одном заряде. Это хороший, классный показатель, и мне сложно представить в сегодняшних реалиях замес, который продлится свыше 17 часов. То есть поиграли, закончили, кинули на зарядку, и все классно. Единственное, наверное, место, где вам может не хватить 17 часов, это какие-нибудь безумные рейды в Гастоне, либо в Варкрафте. Но маловероятно, что сегодня кто-то подобным занимается так долго. Так что, да, 17 часов номер работы, это действительно много, особенно учитывая их вес. Они реально невесомые. Так что, если вы PC only and forever, и вы хотите варивать звук с хорошим качественным микрофоном и длительной автономностью, за не все деньги мира, я хочу заметить, что обязательно гляньте ссылочку в описании, стоят они очень вменяемо. То есть, типа, когда я им начал пользоваться, и потом осознал цену, честно говоря, приятно удивился. Думал, что будут дороже. И они действительно ощущаются дороже, чем стоят. Это круто. Вторая модель Cloud Stinger Core, но не Wireless, а Wired. Тоже с поддержкой 7.1 объемного звука. В общем-то, полный брат-близнец Wireless моделей. С одним небольшим исключением. Здесь, естественно, нет разъемов под USB-C зарядку, потому что они проводные, им это просто ни к чему. И здесь нет кнопки включения, однако здесь по-прежнему есть ползунок регулировки громкости. И он здесь, кстати, реализован иначе. У него есть стоп-положение. И его регулировка громкости не синхронизируется с регулировкой громкости Windows. Соответственно, если вы здесь поставили на максимум, а здесь поставили на минимум, то там регулировка не происходит. Поэтому самым идеальным вариантом при использовании таких наушников с ПК, это, конечно же, в первую очередь, выкрутка громкости на ПК на максимум, и последующая регулировка только на наушниках. Микрофон отключается и включается ровно по такой же схеме. Точно такой же небольшой щелчок здесь присутствует. В остальном, то, как сидят наушники на голове, абсолютно схоже с тем, что есть в wireless модели, за одним небольшим исключением. Они еще легче. Поскольку здесь нет никакой дополнительной батареи и электроники, эти наушники еще сильнее ощущаешь на голове. Они к компьютеру могут подключаться двумя способами. Во-первых, в комплекте есть вот такой великолепный переходник с небольшими собственными мозгами. Это, по сути, маленький ЦАП. Hyper подключается к вашему ПК через USB, но вы, конечно же, можете использовать обычный 3,5-маниджек, чтобы потом подключить их, например, к Nintendo Switch. То есть, почему бы и нет. То же самое, в общем-то, можно организовать с Xbox, либо PlayStation, если у вас есть несколько из-за платформ, а наушники хочется использовать везде одинаковые. Так что возможность использовать объемный звук на ПК и при этом по-прежнему пользоваться этими наушниками с другими устройствами, это прикольно. Единственное, что, наверное, хотелось бы иметь в таком формате, если же мы говорим про супер-универсальное решение, это чтобы здесь еще бы микрофон отстегивался. Вот тогда бы им вообще цены не было, потому что все-таки в общественном транспорте либо где-то на улице идти вот с такой балэмбой сверху будет странно. С другой стороны, Hyper, в общем-то, и не планировали, что вы будете их так использовать, так что придирка такая, на уровне везде придраться. Сам переходник достаточно качественно сделан, проводок длинный. Я не очень люблю, когда в такие переходники, знаете, вот такой маленький проводочечек и вот здесь USB. В общем, хорошо, что здесь есть запас, и провод достаточно плотно становится, и не норовит случайно выскочить. Так что за это, конечно, спасибо. Причем, как касается и wireless моделей, которые здесь, так и wired модели, обе модели определяются в специальном приложении от Hyper, которое можно скачать с Microsoft Store либо с их официального сайта. Там вы сможете, во-первых, включить-выключить объемный звук, потому что все-таки есть игры, которые это не поддерживают, и эта эмуляция, она может нарушить восприятие звука. Там же можно отрегулировать громкость микрофона и самих наушников отдельно, и есть возможность сделать несколько пресетов под разные ситуации. В общем, все для того, чтобы вам было комфортно и удобно. Третьи наушники самые дешевые среди представленных, но при этом не менее клевые. Это обычный HyperX Cloud Stinger Core без поддержки, 7.1 звука и с обычным 3.5 разъемом. Hyper говорит, что их можно без проблем подключать к ПК, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch и даже Mobile. Благо, штекер позволяет, и на самом проводе есть вот такой вот небольшой свисток, на котором вы можете регулировать громкость, собственно, с самих наушников и физически отмечать, включать микрофон. Здесь, в общем-то, никаких откровений. Причем от системы с блоком микрофона по воротам вверх здесь решили по какой-то причине отказаться. Мне кажется, было бы круче, если бы здесь все-таки осталась регулировка отдельно громкости и блок микрофона. Но Hyper решила, что все-таки, наверное, мы пойдем вот таким вот путем. Опять же, позитивным моментом хочу заметить, что сидят они на голове еще круче, чем предыдущие. И это на самом деле удивительно, потому что при понижении цены ты думаешь, что, ну, будет хуже. А в случае с Hyper, за счет того, что у нейтроники здесь минимальное количество, они вообще не ощущаются на голове. И что мне особенно нравится, то, что каким-то таким странным образом пассивное шумоподавление здесь все-таки присутствует. То есть, когда ты их одеваешь на голову, звук снаружи прям сильно глушится. Поэтому, если мамка будет вас звать кушать, есть вероятность не услышать их. Но это, наверное, даже плюс, чем минус. И мне нравится, что вот пассивка здесь в этом плане хорошая. Невзирая на цену, качество самого исполнения ушей у всех плюс-минус одинаковое. Амбашюры везде тряпичные, очень приятные. Я уже об этом, в общем-то, говорил. Так что Hyper в целом красавчики. Какое я хочу сделать заключение по поводу того, какие уши вам выбрать, если у вас есть какие-то платформы, на которых вы играете. Если же вы хотите на все бабки, и при этом у вас из платформ только ПК, то, очевидно, нужно 100% выбрать в Wireless 7.1. У них, во-первых, офигенный объемный звук. Во-вторых, они действительно долго работают. 11 часов, это вам не шутки. И они, возможно, одни из самых легких ушей такого типа на рынке, который сейчас есть. На всяком случае, легче я на свою голову не одевал. И мне правда нравится, как они звучат. Я играл в них в Valorant, я играл в них чуть-чуть в PUBG и в Color 3 Warzone. И особенно в Warzone я прям действительно ощущал, с какой стороны мне прилетает в голову. Это очень круто. И вот с этого вот момента с микрофоном я успокоиться не могу. Это прям безумно удобно. Ну и за USB-C прям респект, респект. Так что, если вы ПК Only and Forever, в Valorant 7.1, ваш выбор. Прям хорошо. Если же у вас много игровых платформ, как у меня, и Switch, и Xbox, и PlayStation, и ПК, и у вас хочется иметь одни наушники для всего, то, возможно, есть резон выбрать как раз-таки версию проводную с 7.1 звуком. Вы по-прежнему будете получать 7.1 звук на ПК, но при этом, благодаря тому, что этот переходник можно отсоединить у вас, по сути, обычный 3.5, вы можете по-прежнему использовать их с мобильными постфорами, со свечом, с PlayStation, с Xbox. При этом, опять же, работает микрофон. У него, опять же, такая же прекрасная система отключения-включения. И достаточно длинный шнур, он действительно достаточно длинный, и можно будет далековато отойти непосредственно от компьютера, где находится 3.5, либо приставка, к чему вы там это все подключите. Так что, это вариант такой ультимативный, но с небольшими огрехами. Причем, для владельцев PlayStation, я хочу сделать еще одну ремарочку, у нас на сайте есть модель, ровно такая же, как вот эта, она у меня сейчас на столе, к сожалению, отсутствует, но только для PlayStation. То есть, если вы хотите варивать звук, не на ПК, а на PlayStation, ровно такие же наушники, абсолютно такой же корпус, абсолютно такой же на буртунте, но для PlayStation тоже есть причем в одну и ту же цену. Так что Hyper дает выбор, это хорошо. Ну, а если вы хотите подключаться ко всему и сразу, но за минимум денег и при этом иметь достаточно качественный звук, единственное оно, там не будет 7.1 звука, то обычные Cloud Core без каких-либо серьезных функций, но при этом с очень качественным исполнением и действительно это одни из самых легких наушников, которые я вообще в руках держал такого типа, то обычные Cloud Core в целом подойдут. Но есть и обратная сторона медали, идеальных продуктов не бывает и, в общем-то, Hyper не исключение. Несмотря на то, что я хвалю наличие здесь тряпичной амбушюры, есть и обратная сторона. Дело в том, что если у вас есть перхоть или что-то в этом духе, все это непременно будет забиваться вот в эту ткань. Я более чем уверен, что через полгода-год активной эксплуатации вся эта великолепная ткань будет покрыта какой-то микрогрязью. От этого, к сожалению, не уйти. И с другой стороны, на кожаных моделях такие вещи проще чистить, но с другой стороны, посидите вы в августе вот в такой кожаной модельке час-полтора и вы поймете, что вы готовы чистить тряпичные. То есть это не так больно. И недаром, кстати, на профессиональных ушах, которые там используются для монтажа, либо для сведения звука, часто одевают тряпичные такие маленькие, я не знаю, как это назвать, чехольчики для амбушюр. Опять-таки для того, чтобы их было проще чистить. Так что кожа это не всегда хорошо. Ну и второй момент, который хочется отметить, из-за легкости всех трех моделей есть некое ощущение недолговечности. Ну знаете, типа, когда ты берешь вот этот эффект, когда ты берешь тяжелую вещь, по-хорошему тяжелую, у тебя ощущение, что она невероятно крепкая, и вот это вот все. Но здесь я головой понимаю, что, скорее всего, это не актуально, потому что внутри все-таки это металлическое оголовье, оно никуда не денется, они достаточно крепкие. И что хочется отметить из неочевидного, когда-то данным-давно у меня были подобные наушники Philips. И как только ты их одевал и пытался, ну знаете, настроить их, чтобы тебе было комфортно, то пластик в них безумно скрипел во все стороны. Вот ты начинаешь его двигать, и чувствуешь, как просто у тебя в ушах какой-то пластиковый рейв происходит. Вот здесь на всех трех моделях этого не происходит, несмотря на то, что весь корпус пластиковый. Ну и маленький плюс в конце. Хайпер. Спасибо, что они все матовые. Я действительно люто ненавижу того человека, который вдруг решил, что подобные вещи должны быть глянцевыми, и это красиво. То, что все три модели здесь оборудованы матовым пластиком, это прямо сердечко и огромный респект. Я не завидую тем людям, которые, знаешь, вот пишут эти рекламные проспекты. Впечатляющий игровой звук. Конструкция с закрытыми чашами помогает отгородиться от окружающих звуков, а 40-миллиметровая динамика с подчеркнутыми басами позволяет полностью погрузиться в игру. Я жду момента, когда какая-то компания на сайте просто напишет долбит норм. Знаешь, типа, они говорят с тобой на твоем языке, типа, слышно террористов? Слышно. Долбит нормально? Нормально. Вот так было бы, вот реально, если хайпер это посмотрит, сделайте вот так. Это же будет плюс-то лютый вин, и вы в немчик превратитесь, уши будут вылетать просто с полок. Вот такие вот наушники HyperX. На все три модельки ссылки будут в описании. Гляньте другие хайперы, потому что это не единственное, что ребята делают. У них еще есть Orbit S, какие-то космические уши за очень много денег. Если получится, достанем тоже вам про них, мы скажем. Подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видосики. Хорошего вам дня, и приятных потных каток. Субтитры сделал DimaTorzok